Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Хотите узнать, как можно собрать тонну томатов? Сразу вопрос, а оно вам надо? Тем, кому надо, смотрим этот сюжет. Сразу хочу сказать, что этого нельзя сделать с 5 или 10 кустов, а сколько нужно посадить томатов, чтобы собрать тонну. И здесь речь пойдет скорее о том, как получить максимально возможный урожай. То, что растение может дать без потерь. И, конечно же, разговор будет идти о тепличных, высокорослых томатах. Они могут расти практически без ограничений. Единственное ограничение – это время. Когда в интернете встречаю заголовки. Подкормите этим средством томатом, и урожай увеличится в 2 раза. Или посадите это растение рядом с томатами, и урожай увеличится на 20%. Хочется задать вопрос, за счет чего растение увеличит урожай? Увеличится количество кистей? В среднем растение может успеть дать за лето. С одного стебля 6, 7 или 8 кистей. И что? Подкормили. И с одного растения получили 15 кистей. Или в кисти, например, заложено у какого-то сорта 8 цветков. Подкормили. И что? В кисти стало 16 цветков. И вы в это поверите? Или возьмем томат, у которого в среднем размер плода 6-7 см. И весит он 150 грамм. Подкормили. И томат сразу вырос до 14 см. И стал весить 300 грамм. Ну да, подкормили. И томаты в кисти, те, что уже завязали, могут получиться одного размера. Это максимум. А те, что еще не завязались, думаете, подкормили и они сразу все завяжутся? Например, крупноплодных томатов в характеристиках заложено. Что? Томаты крупные, 400-500 грамм. В кисти их может быть 3-5 штук. Некоторые могут быть до 1 килограмма. Но это если в кисти вы оставите всего один такой плод. Давайте просчитаем реально максимально возможный результат. Чтобы не оставалось иллюзий. Допустим, растение формируется в 2 стебля. До холодной осени на каждом стебле пусть завяжется 7 кистей. В каждой кисти 10 плодов по 150 грамм. Что получается? Примерно 20 килограмм с куста. Тогда нужно всего-то 50 кустов томатов. Чтобы получить тонну. Интересно, кроме блогеров, кто-нибудь фиксировал такой результат? На мой взгляд, чтобы получить максимальный урожай. Я не говорю про рекордный урожай. Именно максимальный, возможный в условиях средней полосы, в нормальное обычное лето. В неотапливаемой теплице. Что нужно сделать? Первое и самое главное. Это не допустить, чтобы томаты заболели. Тогда можно получить максимальный урожай. Второе. Всегда обрывать пасынки. Мне кажется, что уже не осталось ни одного огородника, который не знает про это. Про листья. Было время, когда я не знала, что листья нужно обрывать. Обрывала их тогда, когда они становились старыми. И я понимала, что толку от них никакого. При этом получался неплохой урожай. Третье. Томаты могут не завязаться, даже если их подкормили. Но в теплице слишком жарко. Что делать в этом случае? Когда стоит жара, открываю все форточки и двери и оставляю открытыми их на ночь. Если все еще жарко, тогда внутри теплицы натягиваю под потолком нетканный материал. Температура в теплице заметно опускается. Иногда с внешней стороны стенки теплицы закрашиваю мелом. Тоже очень хорошо помогает. Сейчас продается специальная защитная от солнца сетка, но пока это очень дорого. Если нет возможности возиться с окрашиванием или нетканным материалом, то нужно взять препарат бутон или завязь. И в утренние часы обработать цветы томатов. И четвертое. Полив и подкормка. Просто элементарно не дать засохнуть томатам. И при этом не перелить их. Также и подкормка. Все должно быть умеренно. Я довольно долго томаты ничем не подкармливаю. Рассада, высаженная в грунт, даже в плохую погоду начинает жировать. То есть запасов полезных веществ в грунте пока хватает. О своих подкормках и поливах планирую снять отдельное видео. Итак, не допускать болезни. Убирать пасынки. В жару снизить температуру. Умеренно полить и подкормить. Тогда томаты дадут максимально возможное для данного климата количество кистей, завязей и массу плодов. А у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова